13.00 в Украине. Здравствуйте, это новости на ЮЭТВ. 100% электронных протоколов обработано. Центральная избирательная комиссия продолжает принимать оригиналы протоколов. Корреспондентка ЮЭТВ Юлия Башко с нами на связи из Центра избиркома. Юля, здравствуй. Когда же ожидаются окончательные результаты выборов? Здравствуй, Наталья. Окончательные результаты будут объявлены только после того, как будут приняты все оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий. Вот сейчас вы можете видеть, что работа по приему документов продолжается, просто кипит. С самого утра сюда приезжают просто десятки представителей окружных избирательных комиссий. Вот сейчас параллельно проходит и заседание Центральной избирательной комиссии, где принимаются к рассмотрению эти оригиналы документов. На данный момент нам известно, что уже принято к рассмотрению 137 оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий. Всего, я напомню, должно быть 199. Ну то есть осталось подождать всего немного. Ну и, конечно же, главное новость сегодняшнего дня то, что в Центральной избирательной комиссии обработали 100% электронных протоколов. Мы можем это видеть на табло, но это касается пока только одномандатного округа. Допустим, если говорить многомандатного, извините, округа, а если говорить о мажоритарщиках, то там пока обработано 99,99% электронных протоколов. Но сейчас мы уже можем говорить о том, какие партии проходят в парламент. Пятерка лидеров за эти дни не изменилась. Я напомню, что пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала просто рекордное большинство голосов. И на данный момент при обработке 100% бюллетеней это 43,16% голосов. Оппозиционная платформа «За жизнь» набрала 13,05%. Всеукраинское объединение «Батькищина» 8,18%. Европейская солидарность 8,10%. И голос Святослава Карачка набрал 5,82%. Но остальные партии не набрали 5% для того, чтобы пройти в парламент. И сейчас мы можем пока предварительно говорить о том, сколько же мандатов получают политические силы в парламенте 9-го созыва. И вот по таким подсчетам «Слуга народа» получают в парламенте 254 места. Оппозиционная платформа «За жизнь» 43, «Батькищина» 26, «Европейская солидарность» 25 мандатов. И партия «Голос» 20. Ну и мы продолжаем сейчас наблюдать за тем, как привозят оригиналы протоколов. Вот сегодня мы уже видели, что привозили протоколы из Полтавской области. Также привезли из Закарпатской области. Вот что рассказывают, я предлагаю послушать. Голосование прошло спокойно, жорных скарп. Голосование прошло спокойно, никаких жалоб не зафиксировано, никаких особенных проблем у нас не произошло. Небольшие были нюансы, поправки которых мы давали на уточнение, были чисто механические ошибки. Все прошло очень хорошо, быстро. Спасибо команде. Также в Центральной избирательной комиссии можно встретить и наблюдателей, которые работали во время выборов и во время подсчета голосов, находились на избирательных участках. Сейчас они привозят свои доклады, нам удалось пообщаться с некоторыми из них. Они рассказали, что в целом выборы прошли без нарушений, прозрачно и конкурентно. Но есть все же некоторые замечания, например, по формированию избирательных комиссий. Я предлагаю послушать. К сожалению, процедура, сама система формирования избирательных комиссий, она достаточно, скажем, спорная. И особенно процедуры изменений состава в избирательной комиссии, они тоже спорные и не всегда они принимаются, на мой взгляд, на наш взгляд, достаточно по объективным основаниям. То есть комиссии могут принять, а могут не принять какие-то решения, что подвергает, как бы уменьшает, ухудшает реализацию прав тех же пассивных избирательных прав кандидатам. Ну и я напомню, что окончательные результаты выборов Центральной избирательной комиссии должны объявить до 5 августа, а первое пленарное заседание в парламенте 9-го созыва депутаты должны провести не позже 9 сентября. Ну вот и об интересных фактах, кто попадает в парламент нового созыва, я предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Ольги Волынец. Таких коротких и в то же время эффективных политических кампаний Украина еще не видела. По результатам неочередных выборов в Верховную Раду проходят 5 партий. Это «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За життя», «Всеукраинское объединение Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». ВИТИ собрал самые интересные факты о составе парламента 9-го созыва. МОНА или единоличное большинство. Впервые в истории независимой Украины одна партия набирает большинство. В Верховной Раде абсолютный фаворит избирателей «Слуга народа» получила более 250 мест. Это стало возможным благодаря высокому результату на мажоритарных округах. К примеру, в Киеве партия взяла 13 мандатов из 13 возможных. Максимальное обновление парламента. 80% – это три четверти народных избранников – впервые переступят порог Верховной Рады. Это 323 кандидата. Больше всего новеньких как раз у новичков «Слуги народа» и «Голоса». Подобного масштабного обновления в украинском парламенте не было 20 лет. Пятая часть парламента – женщины. В Раде 9-го созыва каждый пятый народный депутат – женщина. Для независимой Украины это рекорд. И вновь больше всего женщин у новичков партии «Слуга народа» и «Голос». На третьем месте – «Европейская солидарность». Меньше всего в оппозиционной платформе «За життя». Всего в парламенте будут работать 87 женщин. 55 лет – разница между самым молодым и самым старшим депутатом. Самый старший депутат нового парламента – Юлий Иоффе, 12-й номер списка партии «Оппозиционная платформа «За життя». Ему 78 лет, и это его седьмая каденция в Верховной Раде. Самый молодой – 23-летний Святослав Юрош, 27-й номер партии «Слуга народа». По данным Центральной избирательной комиссии, на момент избрания безработный имеет среднее образование. Шоумены, журналисты, спортсмены – безработные. В Верховную Раду 9-го созыва пришли люди из абсолютно различных профессий, которые не всегда имеют отношение к законотворчеству. 10 журналистов, 5 звезд шоу-бизнеса, двое спортсменов, столько же военнослужащих и волонтеров. Среди победителей на мажоритарных округах – один тамада, актер, фотограф и ресторатор. У 23 депутатов в графе занятость значится безработный. Согласно закону о выборах, новоизбранные парламентарии должны выйти на работу в начале осени. Ольга Волонец, Максим Градобык, ЕАИ-ТВ. Провокации России в водах Азовского моря. Корабль ФСБ после наступления темноты направляет на несколько минут луч зеленого цвета на катера морской охраны Украины. Это продолжается несколько дней подряд в Мариупольском районе. Так сообщил ЕАИ-ТВ начальник пресс-центра операции объединенных сил Владимир Скоростецкий. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя техники нет. Это мог быть или лазер, или какое-то другое современное устройство. Его цель и происхождение нам пока неизвестны. Точно можно будет сказать, когда компетентные органы проверят эту информацию, и она получит более широкую доказательную базу. Бесплатный тест на гепатит С можно сегодня пройти в Киеве. Мобильные амбулатории разместили в городе ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Корреспондент ЕАИ-ТВ Артем Голуб отправился туда, можем с ним пообщаться. Здравствуй, Артем. Много ли желающих проверить свое здоровье бесплатно? Приветствую, Наталья. Сейчас мы находимся на просветительской акции, посвященной как раз ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами. Однако оценить количество людей довольно-таки сложно, поскольку это все туристы, киевляне, которые просто гуляют центром столицы, и они тут надолго не задерживаются. Однако некоторые из них присоединяются к акции и приходят к таким вот амбулаторным лабораториям, где могут проверить себя на наличие гепатита С. Это можно сделать буквально за 10 минут, уже будут известны результаты наличия этой болезни или ее отсутствия. Тем, все-таки, у кого обнаружили данную болезнь, им дают консультативную помощь, также указывают на способы лечения, профилактики, и также помогают объяснять, куда нужно обратиться, в какое медицинское учреждение и где получить государственную помощь. Здесь множество волонтеров и медиков, которые разошлись буквально по ближайшим улицам и раздают людям информационные бухлеты об этой болезни. Таким образом, они информируют население о данной проблеме. Собственно, это и есть самая главная цель этого мероприятия, рассказать как можно большему количеству киевлян о данной проблеме и о ее способах, о ее профилактиках, как с ней бороться. И мы также пообщались с организаторами этой акции, и они нам рассказали немножко больше о ней. Давайте послушаем. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитами, проводится уже больше восьми лет по всей стране. Для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, призвать граждан Украины тестироваться на гепатит С, знать свой статус и в случае позитивного статуса пройти полноценную диагностику и получить лечение. Его предоставляет государство. Сейчас гепатит С – уже не смертельное, полностью излечимое заболевание. По данным Всемирной организации охраны здоровья, в мире около 300 миллионов людей имеют различные группы гепатита. Непосредственно в Украине на гепатит С болеет от 3 до 5% населения, а это около 2 миллионов украинцев. Что самое интересное, отмечают доктора, что 90% населения, которое все-таки поражено этой болезнью, даже не подозревает о ее наличии у них. Они узнают о ней только, сдавая какие-то другие медицинские анализы. И, собственно, если говорить о информации об этой болезни, доктора призывают как можно чаще тестироваться на наличие данных гепатитов. Также эта акция проходит не только в Киеве, а и в других 20 городах Украины. И всего волонтеры закупили около 3 тысяч тестов экстренных, которых непосредственно в Киеве всего 500. Всего в Украине сегодня могут пройти около 3 тысяч людей данный тест. И, собственно, мы пообщались, некоторые киевляне уже прошли тестирование им, и они немножко поделились своими впечатлениями от этой акции. Давайте послушаем, что они нам рассказали. Я считаю, что обязательно нужно почти каждому делать такую проверку, потому что иногда мы живем и не знаем о болезни, а она у нас может быть. Ведь мы ходим и к врачам, и сдаем кровь, и где-то когда-то поранимся. Получить инфекцию может каждый, поэтому проверить себя не будет лишним. Официальная часть уже, собственно, закончилась, но лаборатория все еще работает, и каждый желающий киевлянин может себя протестировать на наличие гепатитов. На этом у меня все. Наталья, передаю тебе слово. Спасибо большое, Артем, за столько интересной информации. Артем Голуб рассказал нам об акции в день борьбы с гепатитом. В центре Киева сегодня можно бесплатно пройти тест на это заболевание, в течение 10 минут получить результат. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. На эту минуту у меня все. Менее чем через два часа следующий выпуск на русском языке. Увидимся, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова